Всем привет! Сегодня в очередной раз поговорим о очередном переходнике. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, кто смотрит мой канал, те уже знают и видели, что я люблю нападывать всякую стороннюю оптику на разные фотоаппараты, в частности на систему Sony E, EF, то есть Nex и различные. В частности, у меня сейчас передо мной Sony Nex F3, не так давно я был обладателем камеры Sony Nex 5R, которую я продал совсем недавно. И я любил на нее ставить разную оптику М42 и в том числе оптику Canon EOS, байонетом EF и EF-S. Ну, EF у меня полнокадровые камеры были до последнего времени. И один из моих любимых объективов в этой системе, в системе Canon, это Sigma 35 мм с диафрагмой 1.4 серии ART. Ее я люблю ставить на все подряд. Все, что у меня бывает, я нахожу какие-то переходники и устанавливаю. Ну, исключением, разумеется, Sony Nex не стала. Я, разумеется, также через вот такой простейший переходник, простейший переходник, с одной стороны у нас Bnet F, с другой стороны у нас Bnet E, я устанавливал этот объектив. Разумеется, никакой, или, скажем так, никакого способа быстро изменить диафрагму в данном случае нет. Ну, я за этим и не гнался, снимал на открытой диафрагме портреты и прочее. Вот такая вот конструкция у нас получается. Но иногда задумывался, иногда мне все-таки не хватало того момента, что я не мог маленечко диафрагму прижать. Потому как грипп достаточно маленький, хотелось что-то чуть-чуть с большей глубиной резкости снять. В этом случае мне приходилось объектив снимать, устанавливать на камеру Canon, поджимать диафрагму, удерживая репитер диафрагмы, снимать объектив, чтобы ламели были прикрыты, и устанавливать сюда. Все это не оперативно, все это долго, все это муторно, все это можно назвать одним словом «танцы с бубнами». Поэтому нередко я подумал о переходнике с контактами, с электрическим управлением диафрагмы для Canon, EF-объективов, для EOS-системы, с поддержкой автофокуса. Хотя, впрочем, я понял одну вещь. Работая именно с такими вот беззеркальными системами, очень легко и комфортно при портретной съемке наводиться на фокус через дисплей в режиме увеличения многократного. И используя мануальную оптику, это превосходный выход из ситуации. Поэтому, немного поискав, я нашел вот такой вот замечательный переходник с EOS-системы на NEX. Он также не имеет никаких контактов, но у него есть механическое управление диафрагмой. То есть, кольцо собственное, собственная диафрагма, собственными ламелями, которые обеспечивают нам управление апертурой. От абсолютно открытой до какого-то закрытого значения. При этом, количество лепестков настолько большое, что на любых значениях у вас будет абсолютно круглые отверстия. Ну, а как следствие у вас будет в боке не какие-то там гайки и болты рисоваться, а будут рисоваться красивые, клевые кругляшки. Так, давайте же этот переходник сравним с тем, что у меня до этого было. Сейчас я на камеру обратно временно верну. Хотя, что временно, да. Верну объектив и уберу пока его в сторону камеру. С этой стороны у нас ничто не меняется, с этой тоже. Основное у нас, конечно же, отличие в середине находится. Как видим, здесь у нас большущая такая дыра, дыра большого такого отверстия. Здесь же мы что можем наблюдать? Отверстия существенно меньше. И, казалось бы, первая мысль, которая, кстати, мне тоже пришла, то, что каким-то образом будет снижаться светосила по отношению к исходной. Тем более, если мы обратим внимание, опять-таки, задняя линза, диаметр задней линзы и диаметр вот этого отверстия, опять-таки, намекают на то, что это отверстие каким-либо образом будет у нас снижать световой поток. Но, проведя практические тесты, я убедился, что это не так. И связано это, скорее всего, с двумя вещами. С двумя вещами. Наверное, с тем, что у нас разные рабочие отрезки, во-первых, у Sony NEX и у системы EOS. И, во-вторых, наверное, все-таки то, что я снимал на кроп. Как устанавливается? С этой стороны у нас также все устанавливается. Но сразу вам хочу отметить, что устанавливается очень туго. Ну, как, ну, не то, что прям очень-очень, но очень туго, очень плотно. Отсутствуют какие-либо люфты. Какие-либо люфты. И, собственно, сам переходник на камеру устанавливается также без люфтов. Плотно. Плотно и хорошо. В отличие вот от этого переходника. То ли он потому, что более дешевый такой, разболтанный, то ли потому, что он просто уже у меня старый. Что касаемо регулировки. Здесь нету, не подписаны никакие диафрагменные числа. Здесь просто идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я так и не понял. Один шаг вот этот, он обеспечивает что? Он обеспечивает полстопа, треть стопа или целочисленный стоп? На целочисленный стоп, по моим ощущениям, это не похоже. Все-таки это, скажем так, ближе, наверное, к полустопу. Чтобы на ступени уменьшить светосилу, надо нам передвигать на два таких деления. В любом случае, все это достаточно эмпирично. И при эксплуатации, я думаю, будет уже подмечено, как что крутить. Никаких щелчков нет. Управление диафрагмой плавное, но немного туговато. У этого кольца, надеюсь, оно расходится и будет чуть-чуть, чуть-чуть мягче ходить. Но, с другой стороны, для тех же видеографов, которые в любом случае будут пользоваться с неродной оптикой, ручной фокусировкой, такого рода изменение диафрагменного числа, диафрагм, будет даже удобным. Я имею в виду безступенчатая регулировка, позволит нам очень плавно, без излишнего шума и пыли, менять диафрагму. Что еще у этого переходника, какие еще у него положительные моменты по сравнению с переходником, у которого нет ничего. Это то, что у него есть вот такая вот лапка для установки на штативную площадку. Как мы понимаем, она позволит нам более тяжелую оптику ставить, и нагрузка на саму байонет камеру уже снимется. Либо мы ставим камеру, достаточно легкую, пластиковую, зачастую, если говорить о Nexi, ставим ее на штативную площадку, и тогда вся нагрузка от веса объектива идет у нас на байонет, и может его выдрать или как-то повредить. Либо мы ставим сам переходник на штативную площадку, тогда нагрузка объективно идет уже на металлический байонет переходника, с другой стороны у нас просто под собственным весом висит камера. Это очень здорово, я считаю, очень практично. В случае, если нам эта ножка мешает по каким-то причинам, мы можем ее легко открутить и куда-то убрать. И это плюсы, это плюсы по сравнению с обычным переходником. Какие у нас плюсы по сравнению с переходником, который имеет электрические какие-то контакты, имеет управление диафрагмой прямо из камеры, имеет даже, может быть, автофокус. Правда, говорят, он не столь совершенный, как, например, по сравнению с родной оптикой. Разумеется, одним из плюсов это будет цена. Цена такого переходника существенно ниже, чем переходника, который полностью, так скажем, электрически совместим и передает какие-то сигналы в камеру, и камера видит объектив уже с диафрагмой, с фокусным расстоянием, поддерживает автофокус и так далее. Это цена, плюс, опять-таки, какая-то надежность и безглючность, потому что про те переходники я слышал, что они, во-первых, работают не со всеми объективами и не на всех моделях Sony без зеркалов, плюс сам автофокус далек от совершенства по скорости фокусировки, там все-таки, видимо, есть какие-то минусы. Опять-таки, если вы снимаете видео, то, в принципе, автофокус не нужен, получится вы переплатите какие-то деньги. Поэтому для творческой фотосъемки, для видеосъемки, я бы все-таки рекомендовал обратить внимание вот на такой переходничок. Внутри у нас даже есть некое чернение. Вот это вот, здесь, с обратной стороны, конус гофрированный идет, чтобы гасить какие-то паразитические блики. Ну, конечно, они все равно будут, потому что материал все-таки такой достаточно блескучий. Но, тем не менее, они хотя бы как-то, видимо, постарались снизить какие-то паразитические рефлексы внутри этого переходника. Вот такие пироги. Ну и сам переходник выполнен достаточно качественно. Мне нравится, как он сделан. Аккуратно. Аккуратно выполнен, нет лифтов. Традиционно я, разумеется, оставлю в описании под видео ссылку на этот переходник на Алиэкспрессе, там, где я его покупал. Потому что, если кто-то кого-то заинтересует, чтобы долго его не рыть, не искать. Вот, а так... А, да, кстати, да, чтобы не быть голословным о том, что светосила не падает, вот вам, пожалуйста, примеры фотографий. Давайте, вот сделанная фотография на вот этот переходник со штатива. ISO 200, открытая диафрагма вот этого вот объектива 1.4 и выдержка 1.5 секунды. Вот этот кадр. Теперь посмотрим следующий кадр. Сделан на этом же переходнике с теми же условиями по экспозиции, с тем же самым объективом. И, разумеется, с полностью открытой здесь диафрагмой. Вот этот кадр. Ну что, по-хорошему, конечно, надо было привести какую-то гистограмму еще в кадр, чтобы можно было еще математически более точно сравнить эти кадры. Но, думаю, даже вот так вот визуально становится понятно, что по экспозиции разницы там особо нет. То есть, если она и есть, то это, скорее всего, какая-то погрешность, может быть, в том, как располагались какие-то объекты в кадре, и повлияли на эту самую освещенность. Но, в целом, она одинаковая. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok